Финальный счет встречи 84-69, и слово для послематчевого комментария предоставляется главному тренеру команды «Стена» Олегу Киселеву. Тренер, пожалуйста. Минск с победой, заслуженной победой. То, что касается нас, мы тоже хотели закончить чемпионат на мажорной ноте, счетом того, что в регулярке мы до этого три раза встречались, выигрывали Минск. Это показало первая половина, хотя было достаточно много претензий к команде по поводу подбора своего на своем счете. Но во второй половине, если объективно сказать, у нас просто-напросто закончился бензин нападений. В связи с чем? В связи с тем, что мы за десять последних дней сыграли четвертую игру, причем все на выезде, с двойными перелетами, это очень тяжело физически, морально. То есть, ну, парни держались первую половину, а вторая, да, там можно какие-то претензии по игре сказать, но на мой взгляд объективная причина просто закончился бензин, с учетом того, что у нас очень короткая скамейка. нет глубины скамейки, она просто очень короткая, кто может повлиять на игру. Так что всех с окончанием чемпионата регулярного хотел поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас и в горести, и в радости. Но у нас не заканчиваются игры, да, у нас впереди национальный чемпионат и игры в западно-восточной суперлиге клубной. Мы продолжаем пресс-конференцию с главным тренером Минска Ростиславом Бергуном. Тренер, пожалуйста, вам слово. В первой четверти мы пропустили три сачков, ну, понятно, что с таким качеством защиты сложно было рассчитывать на результат. Где-то, может быть, мы думали, что будет проще, но кто-то подумал, поэтому нам потребовалось время, чтобы поймать какой-то ритм, определиться с ротацией, с составом. И, в принципе, те ребята, которые во второй половине совершили рывок за счет качества, качественной защиты, за счет самоотдачи, выиграли игру. Поэтому, ну, сложно оценивать такие игры, когда у тебя три победы за весь сезон. Ну, для нас это значит многое. Мы однозначно готовились целую неделю, и я рад, что добились положительного результата. Поэтому всех болельщиков. еще такой комментарий, что, наверное, я считаю, что самая большая победа наша в этом сезоне – это практически всегда полный Falcon Club. Такого никогда не было. И хочется верить, что, ну, людям понравился баскетбол, но уже наша работа – делать его как можно лучше и качественнее. – Спасибо. Вопросы? – Пускай еще перепосределяю с днём рождения. Атану Школьниковского радио. Скажите, пожалуйста, уже от счет, что он уже закончил динамитие ВТБ. Это был ваш самый такой сложный сезон, либо… – Ну, однозначно, психологически, ну, когда вот общаешься много с коллегами, ну, люди, которые понимают, сложность очень большая психологически прежде всего. То есть ты постоянно должен каждую игру находить возможность играть на максимуме. То есть, ну, возвращаясь к нашим предыдущим интервью, конференциям, 6-7 человек должны сыграть выше среднего. Вот. И первая половина сезона просто, ну, сумасшедшая там стечение обстоятельств для нас, травма Зака. По ходу мы пытались найти того маленького игрока, который будет комплиментировать нас максимально, да, ну, с учетом наших там условий. Ну, это все требует время. То есть адаптация, командная игра, притирка друг к другу. Вот. После Нового года, ну, мне кажется, мое субъективное мнение, что в качестве мы добавили однозначно. Всегда хочется большего, я всем молодым ребятам говорю, что есть определенный алгоритм. Ну, то есть есть определенные вещи, которые на этом уровне, в этом, ну, в этой роли ты обязан делать. Без них, ну, обойти невозможно. То есть нужно начать с этого бейсика, с фундаментальных вещей. Как только ты в состоянии это выполнять, появляется какая-то надежда, что мы можем вырастить баскетболистов уровня Лиги ВТБ. Процесс очень непростой. Здесь очень много сослагательных. Поэтому однозначно мы оценить сезон с тремя победами, ну, я не знаю. Никто этим не доволен. Ни я, ни игроки, ни тем более руководство. Но мы понимаем, как минимум, к чему нужно стремиться. То есть есть какой-то определенный ориентир, маяк. И тем, кому дано, и тем, кто хочет, они должны это правильно все принять и сделать дальше. Много ребят белорусских было, у них был целый сезон. Кто порадовал вот такими мальчиками, если можно сказать? Наверное, какое-то такое заключение делать стоит, только когда игрок на стабильном уровне провел, ну, я бы сказал, 10 матчей хотя бы. И мы видели там вспышки, там, Стубеда, Каско, Паско. Да, но это, ну, пока всего лишь вспышки, которые дают нам основания надеяться, что у ребят есть потенциал и при правильной работе из них могут получиться, ну, баскетболисты уровня Салаша, да, хотя бы. Вот. Наверное, Близнюк имел единственный, кто имел такую серию, ну, такой отрезок в начале сезона, до Нового года, и опять-таки, ну, его спад, ну, назовем его там в кавычках спад, он имеет объективные объяснения, потому что, ну, как для нас это go to guy, понятно, что любой соперник скаутировал и против него защищался лучше защитник, защита строилась против него, у него стало меньше пространства, то есть ему стало гораздо тяжелее. Но мне кажется, что, ну, с учетом даже всех этих нюансов, он достойно справился и провел этот сезон качественно.